Три месяца на легализацию, а иначе снос. На заседании рабочей группы по вопросам деятельности в сфере управления земельными ресурсами Республики Алтай приняли категоричное решение. В настоящее время земельный вопрос в регионе стоит особенно остро. Дефицит земельных участков и спекулятивно высокие цены. Я вам скажу, что делать с нарушением. Дать им последнюю возможность легализоваться, объявить так называемую земельную амнистию, определить конкретный срок, в течение которых объекты, которые были построены, ставят на налоговый учет, начинают платить соответственно все налоги в белую, включая и официальное оправдание трудовых отношений с теми людьми, которые на этих объектах размещения трудятся и получают сейчас зарплату в конверт. Исключить серые схемы, вернуть земли, которые не используются или используются не по назначению, чтобы передать их инвесторам, которые готовы развивать сельское хозяйство, производство или туризм в регионе на законных основаниях. Снятие моратория на проверке инициативу региона поддержало федеральное правительство. В рамках проработки обращения председателя правительства Российской Федерации Николая Владимировича Мишустину и на законном развитии республики Алтай совместно с инвестором определило 6774 земельных участков в соответствии с назначением надлежащих проверки. Общая площадь составляет 27 тысяч гектаров, а территориальное расположение в доле реки Катун, Чимау, Магинском, Чимальском и Шербалинском муниципальных районах. Проверить каждую заключенную за последнее время сделку главам районных администраций поручено провести полную инвентаризацию земельного фонда. Рейты по угодиям, воздушный мониторинг, свою проверку проведут инспекторы Росреестра, Россельхознадзора, ФНС и других структурных ведомств. Отдельно проверят участки сельхозназначения, которые используются под туробъекты, в том числе вдоль реки Катун. На данный момент определены более 6,5 тысяч участков, подлежащих проверке. Будет проведена детальная работа. Мы проанализируем рекламные размещения, а также определим тех, кто лишь имитирует ведение сельхозхозяйства. По каждому случаю у нарушителей пройдут проверки до конца текущего года. Результатом работы должно стать пополнение земельного фонда республики. Для дальнейшего предоставления земли участникам СВО и другим льготникам подведения личных пособных хозяйств и выпасы под развитие крестьянских фермерских хозяйств.